По поводу поворота головы. Зачем оно нужно? Какую чувствительность выстроить? Зачем оно нужно? Чтобы видеть куда ты едешь. Все банально просто. Покажу на примере. Поможет мне мистер мышь на кабриолете. Стандартно голова зафиксировано, чтобы смотреть вперед. Оно в принципе и сошло бы для обычных гонок, но так как мы ездим в заносе, машина постоянно находится под углом к направлению движения. То есть едем мы прямо, но смотрим получается наискать. И для этого смотрим на функции, чтобы голова пилота поворачивалась в зависимости от поворота колес. То есть колеса поворачиваются, голова поворачивается также. Какую выбор чувствительности? Ну если вы ездите на маленьком угле, то метром пробора надо сделать так, чтобы голова смотрела не отрываясь в прямом направлении. То есть при маленьких углах чувствительность будет больше. Потому что если вы ездите в больших углах, надо выстроить поменьше чувствительность. То есть у меня до этого была 0,52, сейчас 0,7. То есть это означает, что я стал ездить в более маленьких углах. Кто больше не играл. И получаем такую картину. То есть машина в заносе, как бы себя не вела, наш мистер миш постоянно смотрит прямо. Осмотрен прямо зачем? Чтобы смотреть конторные точки и куда ехать. Также, когда перед ним будет ехать его на соперник, также он будет видеть, где находится машина, с которой он едет. Также уменьшится вероятность того, что машина попадет из поля зрения. То есть, к примеру, наш мистер-мышь спокойненько едет в парном заезде с этой серой машиной. И тут серая машина уходит на внешнюю дугу. А мистер-мышь решил поехать по внутренней. И так как он немножко заскочит вперед, при виде только прямо, у него просто машина вот эта пропадет из виду. Скорее всего, он придется ему немного притомозить, после чего машина уедет от него. Но если у него будет включен параметр провода головы, он будет видеть все равно, куда она денется. То есть, машина там не потеряется нигде. И он спокойно сможет с ним поехать дальше. Даже сможет пойти на напряжение. Если до этого у вас не стояло поворот головы, его ездили напрямую. И мы привыкли уже к этому. Потому что я сам ездил сначала напрямую. Потом я уже поставил поворот головы, и там было вынуждено решение. Потому что я сначала думал, что если я куплю вместо квадратного монитора широкий, большой, то смогу намного лучше видеть. И оказалось, что это далеко не так. И чтобы не ставить три монитора, пришлось воспользоваться вот таким большим решением. В общем так, если вы до этого ездили напрямую, сразу же ставить большую чувствительность... Ну... Тут такой принцип. Сразу же рваться на большие какие-то числа не стоит. Начинайте сюда с небольшого. Можно поставить маленькую линейность, которая будет примерно 0.1, 0.2. Я начинал с 0.27. То есть там совсем немножко поворачивается голова. То есть она не сильно отличается от обычного. Просто она чуть-чуть будет подворачивать голову. Потом со временем... На следующий день можно накинуть еще 0.1 или 0.5. Еще чуть-чуть побольше стало. Примерно все очень сильно ускоряется где-то после 0.3-0.4. Были люди, которые ездили с прямым направлением камеры. Начинали пробовать ездить с повротом головы или неудобно. Я советовал им. Начните с маленьких чисел. И там даже не 2-3 дня, как я предполагал. Они даже в течение дня. То есть днем начали и уже вечером пишут, что у меня уже 0.7-0.9 кто-то ставил. То есть начинаем с маленьких чисел, постепенно увеличивая. Постепенно, больше всего. Это будет значительной.